В последнее время в СМИ появилась информация о деятельности мошенников, которые представляются работниками различных служб ЖКХ, а также лжеинспекторами пожарного надзора. Сегодня мы поговорим об этом с главным государственным инспектором Ленинского городского округа по пожарному надзору, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергеем Дешкиным. Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день. Расскажите, какая ситуация на сегодняшний день с этими лжеинспекторами и другими мошенниками? Знаете, действительно, в последнее время на территории Московской области возобновились случаи мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками пожарного надзора МЧС России и требуют у предпринимателей, у руководителей организаций, вымогают денежные средства путем того, что, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России, сообщают о проведении внезапной внеплановой проверки, о том, что в случае выявления нарушения требований в области пожарной безопасности влечет большие штрафные санкции, которые будут непосильны для оплаты предприятию и вплоть до увольнения сотрудников. В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступают звонки от неустановленных лиц, которые представляются сотрудниками МЧС России, государственного пожарного надзора. И в угрожающей форме сообщают руководителям предприятий о предстоящей проверке в области пожарной безопасности и в случае непрохождения данной проверки, о больших штрафных санкциях после проведения данной проверки. Якобы уже выехали сотрудники МЧС России на место проведения проверки и в течение 30-40 минут приедут для осмотра, фото- и видеофиксации нарушений, которые возможно выявить на предприятии. Очень сильно воздействуют тем самым психологически на руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей. Подобные факты фиксировались нами, были зафиксированы в июне-августе 2019 года и в мае-сентябре текущего 2020 года. Мы регулярно размещаем информацию по теме «Осторожно, мошенники» на сайте администрации Ленинского городского округа, а также в газете «Видновские вести» озвучиваем данное предостережение при совместных совещаниях, встречах с медицинсообществами Ленинского городского округа. Напомню, что действия должностных лиц органов пожарного надзора регламентированы законодательством Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, во-первых, как можно защититься от таких возможных действий со стороны мошенников? И о каких суммах идет речь, вот они, допустим, грозят штрафами? Насколько это сильно может ударить по карману предпринимателей? Дело в том, что мошенникам важен фактор времени. Им нужно срочно, сейчас, быстро, чтобы руководитель организации не успел понять, что происходит, и спокойно осознать происходящее, подавшись на уловку, перечислить денежные средства либо на телефонный номер, либо на банковскую карту. Денежные суммы от 30 до 50 тысяч варьируются тем, что за непроведение проверки, либо проведение проверки без нарушений, сумма в денежном воздаграждении должна содержать от 30 до 50 тысяч, как показывает практика. Ну, смотрите, пожарный надзор – это же официальная организация. Как можно просто деньги перевести на карточку, условно говоря? Ну, это же должна сразу закраситься мысль, что это какой-то развод, по большому счету, если можно так выразиться. Да, конечно, без сомнений. То есть каждый человек должен понимать, что МЧС – это государственная структура. Политика нашего министерства – это максимальная открытость перед гражданами, перед индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами. Поэтому у нас, соответственно, плановые проверки проводятся. Перед проведением плановой проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане уведомляются за не менее чем за трое суток до проведения плановой проверки. Хочу также сообщить о том, что в 2020 году в связи с пандемией плановые проверки отменены полностью Госпожарного надзора. При проведении внеплановых проверок, любых внеплановых проверок, юридическое лицо, граждане, индивидуальные предприниматели уведомляются о такой проверке не менее чем за 24 часа до ее начала. Уведомляются путем вручения распоряжения, которое содержит свой порядковый номер распоряжения, в котором указана дата начала, дата окончания проведения проверки. Как правило, это не менее 20 рабочих дней и ни о какой-то быстроте проверки речи быть не может. Данное распоряжение имеет печать и подпись руководителя, либо заместителя руководителя надзорного органа. И заключительный вопрос. Если поступил уже такой звонок, вот вы говорите 30 минут. За эти 30 минут какие действия должен сделать предприниматель, чтобы предотвратить факт мошенничества? Ну, прежде всего, нужно не поддаваться панике. Никакой паники. Пожарный надзор – это открытое ведомство, МЧС, открытое ведомство, которое всегда придет на помощь. Это в первую очередь у нас предотвращение, спасение и помощь. Необходимо выяснить у звонящего фамилия, имя, отчество его, каким именно руководителем он является, какая проверка, вид проверки уточнить. И, соответственно, потребовать данное распоряжение по средствам электронной почты, либо посредством WhatsApp, фотографирования и так далее. То есть прислать для того, чтобы руководитель предприятия, либо индивидуальный предприниматель мог убедиться, что действительно это проверка, законодательная проверка в области пожарной безопасности надзорным органам. Обычно на этом этапе, если задают большое количество вопросов по проверке, мошенники переходят в грубую форму общения, начинают все больше и больше угрожать. Сотрудник МЧС себе такого не позволяет, соблюдая кодекс этики МЧС и кодекс чести. При возникновении подозрения о мошенничестве необходимо позвонить по номеру 8 498 505 41 70 на телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской области уточнить, действительно существует ли такая проверка, действительно ли она организована. Также, если речь идет о территориальных отделах надзорной деятельности, профилактической работы по городским округам Московской области, на сайтах администрации в интернете есть все необходимые номера, по которым можно позвонить именно в тот отдел надзорной деятельности по городскому округу, по которому можно уточнить о предстоящей проверке действительности ее и законности. Большое спасибо за эту важную информацию. Я напомню, что у нас в гостях был главный государственный инспектор Ленинского городского округа по пожарному надзору Сергей Дешкин.